МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Настоящее время Азия. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Ракетная атака. Во время ликвидации последствий падения обломков российской ракеты в Казахстане погиб рабочий. Население боится массового отравления токсичными веществами. Опять он упал. Так он злополучный, оказывается, нам. Через решетку. В Казахстане закрыта оппозиционная газета «Трибуна». Сторонники арестованного главреда издания Жанбулата Мамая пришли к алматинскому СИЗО поздравить его с днем рождения. С днем рождения Жанбулата! Для человека, которого сейчас не осудили, а арестовали за профессиональную деятельность знать, что его поддерживают, что его не забыли, это очень важно. Онегин – добрый мой приятель. Жители Узбекистана творчески ответили Собчак и Навальному, обвинившим их в незнании Пушкина. Упавшие в Казахстане 14 июня фрагменты российской ракеты привели к гибели человека и пожару. Отработанные части ракеты-носителя «Союз», который стартовал с космодрома Байконур и вывел на орбиту транспортно-грузовой корабль «Прогресс», упали в 50 километрах к западу от города Жисказган. От падения отработанных ступеней ракеты загорелась сухая трава. В этом районе температура воздуха составляла 34 градуса и дул ветер, порывы которого достигали 15 метров в секунду. Как сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям Казахстана, при тушении пожара погиб 55-летний водитель военно-промышленной корпорации НПО «Машиностроение». Еще один человек госпитализирован с ожогами. Их имена пока не сообщаются. Спасательные службы рассказали, что сотрудники корпорации выполняли работы по сбору отделяющихся частей ракет-носителей. В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Талаб, близ Жисказгана, есть опасность разлива реактивного топлива «Гептил». Жителям округи советуют закрыть окна и двери в домах, а также не выводить детей на улицу. Позже сотрудники Комитета по ЧАЭС поспешили успокоить население и сообщили, что отработанная часть ракеты не содержит смертельно опасного вещества. Казахстанские парламентарии считают, что власти страны обязаны провести расследование относительно этого ЧП. «Опять протон упал, так он злополучный оказывается нам. Поэтому надо проводить расследование. А то, что касается ущерба, конечно, после расследования надо принимать решение, кто виноват, тот и будет нести вопросы возмещения ущерба. Но для людей, которые сейчас погибли, мне кажется, надо с местных органов показать содействие, вопросы попраны, лечения». «Трагедия, конечно, я думаю, что столько времени мы осваиваем новые ракеты и не допустить несчастного случая – это стыдно». Опасения по поводу гептила связаны с другой российской ракетой марки «Протон». Летом 2013 года запущенный с Байконура «Протон» упал буквально сразу же после старта. Казахстанская сторона оценила ущерб в 13 миллиардов тенге, однако российская не согласилась с оценкой. После аварии «Протона» на протяжении нескольких лет неправительственная группа «Антигептил» проводила акции протестов с требованием прекратить в Казахстане запуски «Протонов». Пенсионные деньги казахстанцев, вложенные в проблемный азербайджанский банк, будут возвращены в полном объеме. Об этом заявил бывший председатель Национального банка Казахстана Кайрат Килимбетов, который недавно вернулся в Совет директоров Единого накопительного пенсионного фонда, где хранятся все пенсионные накопления казахстанцев. Как сообщил финансист в кулуарах Астанинского экономического форума, он стал членом Совета ЕНПФ по просьбе правительства Казахстана, которая, по его словам, обратилась к нему как одному из опытных специалистов по реструктуризации долгов. Килимбетов не отрицает, что сделка по приобретению облигаций уже тогда проблемного Международного банка Азербайджана проходила, когда он занимал должность главы Нацбанка. Ныне действующий глава Нацбанка Даниар Акишев ранее рассказал о трех вариантах возврата долгов, предложенной азербайджанской стороной. Казахстан выбрал обмен долга, равный 250 миллионам долларов США, на равноценную сумму в виде государственных ценных бумаг со сроком погашения 15 лет. Именно этот вариант, по мнению Килимбетова, обещает стать самым оптимальным для ЕНПФ. Об этом собирается проголосовать и правительство, и Нацбанк Республики Казахстан. Я думаю, что до конца июля закончится процесс голосования, и в августе уже этот вопрос будет решен. В случае одобрения реструктуризации, я думаю, что очень высокий шанс этого есть. То есть поводов для беспокойства нет, все средства будут возвращены и возвращены именно в доллары, в горожилы. Ранее председатель Национального банка Казахстана Даниэр Акишев заявил, что решение о покупке ценных бумаг Международного банка Азербайджана принимали люди, которые на тот момент работали в Нацбанке. По словам Акишева, долговые ценные бумаги МБА на сумму 250 миллионов долларов со сроком обращения 10 лет были куплены в портфель ЕНПФ в октябре 2014 года. Руководителем Нацбанка тогда был Кайрат Килимбетов. В Казахстане закрыта оппозиционная газета «Саиси Халам Трибуна». Как объяснила радио Азатых бывший редактор издания Инга Иманбай, на собственника трибуны, имя которого она просит не называть, было оказано сильное давление после ареста главного редактора газеты Жанбулата Мамая. Сторонники издания видят в закрытии трибуны политический заказ. 15 июня они собрались у следственного изолятора, где содержится под стражей журналист Жанбулат Мамай, чтобы поздравить его с 29 днем рождения. Активисты принесли с собой воздушные шары, написали поздравления арестованному и передали их через его родителей. У ворот СИЗО собравшиеся скандировали «Свободу Мамаю». Супруга Жанбулата, журналист Инга Иманбай, говорит о том, что в социальных сетях с днем рождения ее мужа поздравили сотни казахстанцев, и их поддержка очень важна. Для человека, которого сейчас не осудили, а арестовали за профессиональную деятельность, за то, что он ради народа, для народа, во имя Родины говорил правду, знать, что его поддерживают, что его не забыли, это очень важно. Экс-главного редактора оппозиционной газеты «Трибуна» Жанбулата Мамая обвиняют в пособничестве опальному банкиру Мухтару Аблязову, который недавно был заочно приговорен казахстанским судом к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, Мамай помогал Аблязову отмывать деньги с помощью редакции газеты. Предъявленные обвинения журналист не признал и назвал свое дело политически мотивированным. Он также неоднократно заявлял об оказываемом на него психологическом и даже физическом давлении. Жанбулат Мамай был задержан в начале февраля. На заседании Алматинского суда, которое состоялось 31 мая, было вынесено решение продлить арест Мамая до 10 июля. Его родные и близкие считают, что, скорее всего, следующий суд состоится после окончания выставки Экспо. По статье, вменяемой журналисту, ему грозит до 7 лет лишения свободы. У семьи Ключниковых, которая живет в Чуйской области Кыргызстана, случилась трагедия. Старшего сына семьи Павла, работающего наемным пастухом, затоптал разъяренный бык. Теперь он парализован. У семьи нет ни денег, ни собственного дома. Если они не найдут возможность оплатить лечение, Павел может остаться навсегда инвалидом. Шавкат Тругаев с подробностями. До того, как оказаться на больничной койке, Павел Ключников работал на частной ферме. Месяц назад у него случилась беда. Всему виной разбушевавшийся бык. Павел хотел его привязать, но животное проявило характер и сбило Павла с ног. Бык в буквальном смысле его растоптал и нанес увечья. Как результат перелом шейных и спинных позвонков, сотрясение мозга и ушибы головы. На ферме бык подрал. Когда? Седьмого мая. Устроился на ферму пастухом работать. В обед гнал телят, бык кинулся, подрал. Ну, затоптал, поломал там. Павел в случившемся винит только себя. Говорит, нужно было быть более осторожным. Хотя жизнь его и до этого была не сладкая. Живет он с мамой и младшим братом. Сводит концы с концами. Теперь жизнь Павла и вовсе превратилась в кошмар. Я как мог работал, помогал маме. Было тяжелое время. Морковку таскали на поле. Мешки поднимали. По 14, по 15 лет молодые пацаны. Ну вот, винюся, что так получилось, что не уберег себя. За месяц на спине Павла уже появились пролежни. Врачи говорят, первая стадия лечения уже давно закончена. Но у Павла и его семьи нет дома. Поэтому он вынужден находиться в больнице. Павлу по зарез нужно лечение, массаж и другие медицинские процедуры, которые оказать могут только в столице. Но денег на лечение у него нет. У Павла сотрясение мозга, травмы шейного и поясничного позвонков. Особенно пострадали поясничные позвонки. Когда он к нам поступил, он уже не мог шевелить руками и ногами. Мы помогли ему, как могли. У матери его нет постоянной работы. Они нуждаются в помощи. У них нет своего жилья. Поэтому не можем его взять и выписать из больницы. Мама Павла Елена подрабатывает на скотобойне уборщицей. Шесть лет назад она осталась на улице с двумя детьми. Муж умер, а родня покойного выставила их на улицу. Из-за того, что некуда мне его взять, поэтому не выписывает. А выпишут. Если бы был дом, я бы, конечно, его уже забрала бы. Но и то в дальнейшем. Мне надо будет нанимать тогда массажистов, чтобы ему какие-то курсы делать, чтобы он ходил. Потому что тоже лежать постоянно тоже тяжело. А если я буду постоянно с ним сидеть, кто будет кормить нас тогда? Как я буду тогда ему лекарства покупать? Я вот когда одна остаюсь, я всегда плачу и говорю. Господи, за что мне все это? По словам Елены, хозяин фермы, где работал Павел, помощи почти не оказал. Только в первый день дал немного денег на лекарства. И все. На звонки не отвечает. Что делать дальше, Елена не знает. Если Павел в ближайшее время не получит необходимое лечение, он может навсегда остаться инвалидом. Но надежды на полное выздоровление еще пока есть. Шавкат Тургаев, Сабыр Абдумамунов, Самат Лжбаев. Настоящее время. Кыргызстан. Чуйская область. В социальных сетях Казахстана появилась очередная критика в адрес международной выставки Экспо-2017. 18. Пользователи недовольны высокими ценами на еду в ресторанах, работающих на территории выставки. Их руководство, в свою очередь, считает, что стоимость блюд адекватна высокому качеству продукта. Сколько стоит поесть или перекусить в местах общественного питания на Экспо, узнавали репортеры казахского бюро Радио Азаттек. Рашид Байбулатов, управляющий рестораном в выставочном центре Экспо. Он в курсе, что со вчерашнего дня цены их меню обсуждаются и критикуются. Рашид признает, что цены у них дороговатые. Но у него есть своя точка зрения на этот счет. Мы не кафе, как там пишут. Мы не столовая. Мы ресторан а-ля-карт. Готовится все индивидуально из очень высококачественных продуктов, дорогих продуктов. Мы не используем, не гонимся за дешевизной и за определенным потоком. Для этого у нас есть вторая точка Палау, где цены очень даже демократичные для Экспо. Там, где плов 950 тенге стоит, ташкентский. Особенно высокие цены в этом ресторане на блюда казахской национальной кухни. Например, бешпармак на несколько человек тут стоит 25 тысяч тенге. Но такие же цены и в ресторанах в самом городе, говорит Рашид. Но всё же в этом ресторане есть блюда, цены на которые сравнительно доступные. Рядом с этим рестораном ещё один ресторан – турецкий. Цены там кажутся дешевле. Кебаб тут стоит в среднем 3 тысячи тенге. Но это блюдо на одного человека. Говорят, самая дешёвая еда на юге страны. Но тут цены такие же, вполне по карману. На территории Экспо есть и киоски фастфуда, где цены подешевле. Можно пообедать сэндвичами от 700 до 1000 тенге. Бутылка воды стоит в два раза дороже, чем в городе – 200-300 тенге. Кусок пиццы – 400 тенге. Что интересно, в некоторых киосках цены не указаны. «Почему цены не указаны?» «А что, надо было написать?» «В магазинах пишут же». «Некрасиво будет. Надо писать, что ли? Можем и так сказать. У нас недорого». Этот посетитель Экспо по имени Чо приехал из Южной Кореи. Он не считает еду тут дешёвой. «Цены тут для вас выше или ниже?» «Очень высокие». Ирина приехала из города Тимиртау. Она нашла свой способ, как сэкономить на Экспо на еде. «Вы с собой, да? Я так говорю. Вы с собой принесли? Почему?» «Привезли». «Почему с собой принесли?» «Потому что качество мы знаем, мы же с детьми. Всё для них, для своих». «И как бы, чтобы сэкономить?» «Ну в чём-то, да. Ну ещё только начало дня». На территории Экспо расположены свыше десяти киосков фастфуда и несколько ресторанов. Можно перекусить и на чистом воздухе. Мадибик Магомбет, Ержан Амирханов, Азад Ньюс. Далее в программе. «Онегин – добрый мой приятель». Жители Узбекистана творчески ответили Собчак и Навальному, обвинившим их в незнании Пушкина. Ужесточение санкций против России её президент Владимир Путин назвал свидетельством внутриполитической борьбы в США. Во время прямой линии с гражданами своей страны он заявил, что такое решение было принято, цитата, «на голом месте», а западные санкции не оказали большого влияния на экономику России. «Среди чем на голом месте опять начали говорить об этих санкциях? Ну, это, конечно, и свидетельство продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах, но, тем не менее, это происходит, я считаю, достаточно на голом месте. Не было бы Крыма, не было бы других проблем. Придумали бы что-нибудь ещё для сдерживания России. Так всегда это и подавалась политика – сдерживание России». Президент отвечает на вопросы россиян уже в 15-й раз. Организаторы посчитали, что в этом году к Путину было почти 2 миллиона вопросов. В студии его традиционно спрашивали про зарплаты, просили о сохранении эмбарго на европейские продукты и обращались за помощью в решении бытовых проблем. Самые острые вопросы осмелились задать лишь телезрители. Во время трансляции на экран выводились присланные ими СМС. «Путин, ты правда считаешь, что народ верит в этот цирк с подставными вопросами?» «Правда говорят, что Навальный теперь про вас фильм снимает?» «Когда отправят Медведева, Чубайса, Кудрина, Грефа и других в отставку? Вы от них не устали?» «Когда вы перестанете нарушать положение Конституции о максимальном президентстве в два срока?» «Ваши слова «своих не сдаем» относятся к казнокрадам или к коррупционерам?» «Три срока президентства достаточно?» «Спросите у Кудрина, если бы он работал токарем на заводе, смог бы он работать до 70 лет?» «До свидания, Владимир Владимирович!» О чем еще россияне хотели бы спросить у Путина? Накануне прямой линии корреспонденты настоящего времени задали этот вопрос на улицах разных городов России. «Кто такой Путин?» «То есть так бы у него и спросили?» «Кто такой Путин?» «Когда мы победим в Сирии, понимаешь, потому что если начали войну, то нужно побеждать, не просто так же, не гонять туда корабли, чтобы нам они это самое…» «Пугали все население Средиземноморья и не добиваться успеха, это первый вопрос. Ну, а во-вторых, почему не растет экономика?» «Когда у нас будет хорошая медицина?» «Че, как он про Навального думает?» «А то он не говорит». «Ну, чего он не захочет, а то его и не спросит». «Волнует то, что говорят, что вроде все хорошо, что развивается промышленность, а что-то как-то это ошибка не видно. Вот в соответствии слов и дел». «Когда зарплаты поднимут, е-мое». «Не услышит народ». «Наверное, 90% несколько, чтобы я говорил». «Когда он идет с поста?» «Ну вот, боятся спросить, кто его вторая жена». «Мне как все говорят, не поймешь, кто это вторая жена». «Ипотеку. Как брать, как оплачивать». «Мы молодая семья, мы живем с родителями, потому что ну вот с зарплатами, которые сейчас есть, мы просто не можем себе позволить даже взять ипотеку». «Почему мы так много внимания уделяем международной обстановке и так мало уделяем внимания тому, что происходит на настоящее время в нашей стране». «Почему такая маленькая зарплата?» «Мы работаем в бюджетной организации, в школе учителями». «О чем его не спросят? О выборах? Будет ли он баллотироваться?» «Ничего. Мне с ним и так все ясно». «Ну, хорошо». «Это большая ОПГ. В масштабе всей страны. Вот и все. О чем его спрашивают?» «Расширить санкции против России» – соответствующий документ утвердил Сенат США. Решение было принято почти единогласно. 97 голосов «за» и два «против». Соглашение будет оформлено в виде поправки к законопроекту о санкциях против Ирана. Его разработчики называют своей целью наказать Россию за кибератаки во время американских выборов, а также действия в Сирии и Украине. Документ, среди прочего, включает положение, которое запрещает Белому Дому ослаблять, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса. Это такой противовес, если вдруг президент Дональд Трамп решит, например, смягчить ограничения для какого-нибудь российского чиновника или компании из санкционного списка. Он будет не вправе это сделать самостоятельно. В документе также идет речь об ужесточении ограничений в сфере российской энергетики. Предлагается облагать санкциями тех, кто помогает России развивать систему трубопроводов для экспорта нефти и газа, а также тех, кто помогает приватизации российских государственных активов, в случае, если это позволяет несправедливо обогатиться российским чиновникам. Предусмотрено также введение новых санкций против российских коррупционеров, лиц, которые пытаются обойти санкции, и киберпреступников. Еще новые ограничения затронут ключевые секторы российской экономики, включая горнодобывающую и металлообрабатывающую промышленность. Поправка также усиливает санкции против тех, кто поставляет оружие в Сирию, поддерживая режим Асада. Для того, чтобы придать документу силу закона, необходимо, чтобы его одобрила Палата представителей и подписал президент США. Если же Дональд Трамп будет против инициативы сенаторов, то, как ожидают выступающие в поддержку закона конгрессмена, в обеих палатах Конгресса наберется достаточная поддержка для того, чтобы отклонить президентское вето. Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отказался снять санкции с российского журналиста, ведущего программы «Вести недели» на канале «Россия» Дмитрия Киселева, которые были введены в связи с событиями в Украине. В решении сказано, что Европейский суд, рассматривающий иски против органов ЕС, отклонил иск Киселева на снятие санкций и признал обоснованными ограничительные меры Совета ЕС касательно российского журналиста. Кроме того, Киселева обязали оплатить расходы в соответствии с требованиями. Жители Узбекистана творчески отреагировали на интервью российской телеведущей Ксении Собчак с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Во время беседы они оба согласились, что сегодня в Узбекистане никто не знает Пушкина. В частности, Собчак спросила, считает ли Навальный Россию моноэтнической страной. Навальный ответил, что согласно различным международным стандартам, его страна является государством с превалирующим русским этносом. Хотя на практике, по его мнению, Россия – многонациональная страна. Собчак вспомнила, что в советское время у всех народов, населяющих Советский Союз, было много объединяющих факторов. К примеру, русская литература и Пушкин. Сейчас же, по мнению журналистки, во многих странах СНГ, и в частности в Узбекистане, даже не знают, кто такой Пушкин. Навальный согласился. Раньше в СССР, условно, там можно по-разному относиться к политике СССР, но был один фактор, который объективно объединял всех нас. Советские граждане? Эти граждане, они все знали, кто такой Пушкин, они все вырастали на одной и той же литературе. Сейчас, если вы поедете в Татарстан, сейчас, если вы поедете чуть дальше за границей, там, в Узбекистан или куда-то еще, в страны СНГ, уже этой целостности, конечно, же, совершенно не будет. Хотим ли мы внутри наших стран? Жители Узбекистана подобные высказывания российских медийных персонажей практически оскорбили. Реакция последовала моментально. Жители республики доказали знание творчества великого поэта Пушкина чтением его стихов. Свои выступления они выложили в социальные сети. На лево сказку говорит, там чудеса, там лешие бродит, кусалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках, стоит без окон, без зверей. Я вас забил, ребят, еще быть молодец, душа и мои, у вас зарезает всех, но пусть она больше не тревожит, я не хочу спидать в вас в неделю. Мой дядя от самых честных правил, когда ни в шутку за ним мог, он умножать себя заставил и лучше выдумать не мог. И вот пример другим наука, но, боже мой, какая скука, с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Что-то слышится родное долгих песнях ямщика, то разгуля удалует, то сердечная доска. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова